В последнее время Жители планеты Земля Даже самые равнодушные И нелюбопытные Стали наблюдать Что что-то не так происходит С нашим климатом Что-то фантастическое То аномальная жара и засуха в Европе Мощное наводнение Горящие лица в Сибири Леденящий холод в южных регионах Оттепель в Арктике Песчаная буря в Тюмени И прогнозы некоторых ученых Рисуют апокалиптические картинки Будущих климатических войн За воду Так ли это? Мы все знаем, что В истории Земли Которой Примерно 4,5 миллиарда лет Были периоды Похолодания, потепления Потом опять Наступало похолодание Но вот А последние лет 40 На Земле Наблюдается очень стремительный рост Температуры воздуха Буквально на всей планете И вот это вот Повышение Температуры Земли Это и называется сейчас Глобальное потепление Если взять историю 20 века То первые десятилетия От начала века До 30-40-х годов Шел рост температуры воздуха А уже вот Последующие десятилетия В 50-е, 60-е годы Наблюдалось уже похолодание И я говорю Вот уже климатологи В большинстве своем Они считали, что Тенденция продолжится И последующие десятилетия И лишь единицы Климатологов Делали прогноз На повышение Температуры воздуха И значит Действительно Кто прогнозировал Повышение температуры воздуха Оказался прав И уже вот середины 70-х В дальнейшем 80-е годы И по настоящее время Мы наблюдаем Постоянный рост Среднегодовой температуры В 20-м веке Температура Среднегодовая Земли Выросла на 0,7 градуса И вот прогнозы Которые строятся Уже вот на 21-й век Говорят о том Что этот рост Будет продолжаться Как это вот Если посмотреть регионально Как этот климат Вот изменялся в России В Якутии То Мы Видим, что Вот Температур Рост температуры воздуха В России Он обгоняет Среднепланетную Температуру А В Якутии Еще больше, чем в среднем По России Потому что Мы живем в северном регионе И Здесь очень высокие тренды 0,7-0,8 градуса За Каждое десятилетие Значит Ну Основной причиной Которой Сообщество климатологов Считает Это Усиление Парникового эффекта В связи с ростом Концентрации Углекислого газа Это один из Такой основной Парниковый газ Наряду с метаном С водяным паром И этот рост Принял уже такие вот Не то, что катастрофические Может и катастрофические Значения Потому что Вот за последние там Лет 800 Это самые высокие Концентрации То есть усиливается Парниковый эффект Оказалось Что вечный спутник Планеты Земля Метан Самое простейшее Органическое Соединение Газ Без света И запаха Основной компонент Природного газа Вполне может стать Врагом человечеству Северо-восток Арктики Просто насыщен Метаном Можно тоже Как думать Опасно Не опасно Вот это вот Выделение метана И здесь Стоит Заглянуть В историю Нашей планеты Что же Было Раньше И оказывается Что были Глобальные Потепления Катастрофические Потепления Которые называют Метановыми Катастрофами Почему метановыми Потому что По каким-то причинам Тут Разные Тоже Гипотезы Но тем не менее Все газовые Гидраты Которые были На тот момент На земле Разложились Это привело К тому Что метан Он слабо Очень растворяется В воде Океан Не может Удержать его Вышел в атмосферу Метан Это привело К величине И наземной Температуры И вод Океанических 6-8 градусов Ну там Разные Тоже Предположения Есть кто-то Считает И выше Но Что произошло При этом Океан Потерял Кислород Чем выше Температура воды Тем меньше Растворимость В нем Газа А потери Кислорода Это привело К гибели Почти Большей части Живого На земле Поэтому Эти глобальные Потепления Называют Катастрофами И Где-то 400 тысяч Лет Потом Земля Приходила Планета Наша Приходила Ну как Жизнь Прежде всего Приходила В себя Ну вот Последняя Такая Катастрофа Метановая Была 55 миллионов Лет тому Назад Ее называют Палеоцен И оценовый Термический Максимум Тогда Человека Не было Казалось бы Люди Тут ни при чем И никак Не влияют На То что Происходит С климатом Я добавлю Да По Современным Оценкам Запасы Сейчас Значит Метангидратов Прежде всего В Мировом Океане Ну это На шельфе И немножко И где-то До 7% Вот Континентальные Запасы Как раз В зоне Вечной Мерлоты Сейчас Примерно В 10 раз Превосходят Те Залежи Метангидратов Которые Были 55 миллионов Лет назад Так что Можно себе Представить Не дай бог Что произойдет С климатом Если Взрывообразным Образом Эти Хотя бы Значитель Большая часть Этих Метангидратов Просто Разложится Вот это Вот Реальная Опасность Вообще Для жизни На земле Многие Говорят Что Климатические Изменения Каким-то Образом Управляются Именно Солнечной Активностью Ну вот На эту тему Я хотел Немножко Рассказать Но сначала Я должен Сказать Что Представляет Собой Солнечная Активность Значит Еще В средние века Было обнаружено Что на солнце Время от времени Появляются Пятна Оно Значит Покрывается Пятнами Их бывает То больше То меньше И вот Когда был Изобретен Телескоп То за солнцем Стали уже Регулярно Следить И изучать Пятнообразовательную Деятельность Солнца Которую Потом Стали называть Солнечной Активностью Вот эти пятна Они Их количество Возрастает Несколько лет Подряд И достигает Максимума Года через Три Четыре После начала Подъема Пятен А потом В течение Семи Восьми Лет Эти пятна В количестве Убывают Достигается Минимум И потом Повторяется Все опять Значит Вот этот Одиннадцатилетний Цикл Его так Называет Цикл Солнечной Активности Он повторяется Из Одного Десятилетия В другое И уже Много Сотен лет Его наблюдают Но вот В начале Семнадцатого Века Произошло Удивительное Событие Солнце Количество Пятен Уменьшалось И уменьшалось А потом Они исчезли Совсем И Несколько Десятилетий Пятен Не было Это В 1600 В 60-е годы Впервые Видели Твердую Воду По которой Можно ходить Этого Они не знали Раньше Вот В России Несколько лет Подряд В этот же Период Были Неурожаи Ну понятно Связанные Заморозками И Неурожаи Вызвали Большой Голод Возникли Народные Волнения Потом Появилась Возникла Великая Смута То есть Все то Что Сначала В природе Наблюдалось Оно потом Оказалось Даже Влияет На политическую Жизнь Вот Уже Тогда Многие Подозревали Что Виной Этому Являются Те самые Пятна На солнце Которые Исчезли Но Конечно Уровень Науки В то время Был Недостаточен Для того Чтобы понять Почему И как Это может Связь Такая Осуществляться Вообще Казалось Это все Неправдоподобным Но вот Прошло Несколько Веков И в 20 В 20 Веке Уже В конце 20 Века Картина Стала Проясняться И Действительно Такая Связь Можно Теперь Сказать Что Она Уже Установлена Значит Для того Чтобы Понять Каким Каким Образом Эта Связь Природе Осуществляется Ну Нужно Сказать Что Пятна Это всего Лишь Индикатор Тех Процессов Которые На солнце В атмосфере Солнца Идут Там Огромные Процессы Это Вихри Это Течение Это Даже Взрывы Которые Наблюдаются Время От Времени На Поверхности Солнца И Солнце Выбрасывает Большое Количество Вещества Во внешнее Пространство Это Вещество Распространяется В виде Как бы В виде Солнечного Ветра С большой Скоростью Этот ветер Обдувает Планеты В том числе И нашу Землю Тоже Но Конечно Совершенно Было бы Непонятно Как этот Ветер Может Менять Температуру На Земле Значимость Солнца Для климата Земли Это Колоссальная Поэтому У меня Есть Вот такое Стихотворение Которое Посвящено Вот этому Явлению Этой Звезде Которая Нас Обогревает Освещает И так Далее И дает Жизни Вот Стихотворение Так Оно Называется Солнце Нам Жизнь Дарует Солнце Вот Наш Всевышний Бог Когда Она Смеется Все На Земле Цветет Лишь Пятна Возмущения На Нем Порой Сверкнут Как Всякие Сметения Здесь На Земле Идут Когда Рассвет Прольется Желаешь Одного Чтобы До Гнева Солнца Лишь Дело Не Дошло Ну А Теперь Вот В отношении Климата И Вечными Злоты Вечными Злота Это Конечно Продукт Климата Но Климата Не Столько Современного Сколько Палеоклимата То Есть Вот В Древности Если Учитывать Что В Настоящее Время Глубина Охлаждения Земных Недр Достигает Порядка Полутора Километров То В Древности Казалось Должны Быть Очень Холодные Периоды И Очень Продолжительные Потому Что Глубина Промерзания Недр Зависит Не Только От Амплитуды Климатических Колебаний Но И Продолжительности Этих Колебаний Так Вот В Прошлом Конечно Были Очень Резкие Такие Достаточно Продолжительные Изменения Температуры Воздуха Но Вот Что Удивительно Наиболее Вот Глубокие Что Ли Зафиксированные В настоящее Время Проникновение Отрицательной Температуры Воздуха Внедр Нашей Планеты Они Вот Зафиксированы На территории Якутии В частности В Западной Якутии В Западной Якутии Чисто Бурением То есть Это не какие-то Геофизические Такие косвенные Наблюдения Зафиксирована Глубина Проникновения Нулевой температуры До Полутора Километров То есть Мощность Крельтозоны Так вот Будем говорить Она достигает Полтора Километра И она Максимальная Не только Для Якутии И для всего Северо-Востока Но и вообще В мире На континенте Но в то же Время Температура Воздуха Самая Вот Среднегодовая Если брать Температуру Воздуха Она у нас Фиксируется Вот На все Востоке Республики То есть Время Кон Верхоянск Где мощность Многолетних Мерзлых пород Она не очень Значительная 300-400 метров Полтора километра И 300-400 метров Хотя Казалось бы По температуре Воздуха Может быть Наоборот О чем Это Говорит Это Говорит О том Что В прошлом Полеса Холода Что Так Будем Говорить Они Видимо Были Они Смещаются Так Что Климат Это Очень Динамичное Явление Естественно Что Раз Климат То есть Первопричина Вечной Мерзлоты Динамичная То и Вечная Мерзлота Динамичное Явление Вот Учеными Нашими Мерзлотоведами В общем-то Доказано Что За последние 800 тысяч лет Не миллионов А 800 тысяч лет Было Около 8 8 Но Терей 10 Максимум Крупных Похолоданий И потеплений Климата Последнее Крупное Вот такое Очень мощное Оледенение Ну и похолодание Климата Было 20 тысяч лет Там и назад Два примера Значит Того Что Насколько Уязвима Сейчас Наша Климатическая Система В том числе В отношении Метана Да Значит Особенно В последние Где-то 10-15 лет Наши моряки Конкретно Наши моряки Значит Те корабли Которые Идут Вот По нашим Северным Морям Описывают Причем Это неоднократно Вот такие Картины Значит Проходит корабль Вблизи берега Вслед за ним Вырастают Огромные Пузыри Газа Это выделение Метана То есть Даже Шум Вибрации Судового Двигателя Могут Привести К тому Что Вот эти Находящиеся В очень Нестабильном Состоянии Метангидрата Разлагаются И Эти выделения Метана Идут Именно Как взрывы Значит Если это На шельфе То есть В океане Да Это как Пузыри И другой пример Не менее Интересный Значит Вот Последние годы Все больше и больше Открывает Так называемых Воронок В тундре Да Ну Начиная С Ямала На самом деле Подобных Структур Достаточно Много И у нас В Якутии Только Слава богу В практически Ненаселенных Местах Да Значит Что это Такое Это воронки Образующиеся До глубины Где-то Порядка 200-250 Метров Как раз Вот Начиная С 200 метров И отмечаются Залежи Метангидратов Так Значит Это воронки В полном смысле Слова Их происхождение Это взрывы То есть Когда идет Разложение Метангидратов Уже Вот На Континентальной Части Слове Мерзлоты Значит Пока Перекрывающие Породы Это давление Выдерживает Там Метан Накапливается Но Как только Это давление Превышает Значит Прочность Перекрывающих Пород Это Самый Настоящий Взрыв С Образованием Характерного Гала И так далее Да Вот Казалось бы Ну ладно Там Господи 20-30 Несколько сотен Воронок На территории Нашей Обширной Тундры Это Не бог Весь что Но Если еще При этом Отметить Что на территории В том числе И в Якутии Тундры Не говоря уже О западной части Достаточно Много Скотомогильников И захоронения Людей Погибших От Не только От сибирской язвы Совершенно верно От черной оспы А споры Допустим Сибирской язвы Это Совершенно четко Показано Находится В вирулентном Активном состоянии В мерзлоте До 250 лет Они активны И вот представьте себе Не дай бог Пока Кроме одного Случа Этого не было Так Значит Что Вот эта вот Воронка Образуется Вблизи От такого Скотомогильника Значит С этой Ну не то что Взрывной волной А просто С поднимающимся Газом Значит Эти споры Той же сибирской язвы Могут разноситься На очень большие расстояния Вот это Не очень приятно Человечеству Нужна наука Которая научит Его предугадывать Прогнозировать Последствия Почему я говорю Что это очень важно Потому что Вот есть Ну и в медицине И в любой деятельности Есть отложенные Последствия Сегодня вы что-то натворили Или что-то приняли Какое-то лекарство Или еще что-то А последствия Будут только Когда-то потом Отложено Когда уже Будет поздно Вот А С другой стороны Всякий Прогресс Сегодня Он Выражается В том Что все быстрее И быстрее Человечество Внедряет Какие-то Новшества Оно может Внедрить Такие вещи Которые Потом Поздно Будет обратно Отрабатывать Человечество Решит Проблему Проблему Войн Потому что Войны Они должны В 21 веке И вообще Исчезнуть Из Арсенала Человека И отдельных стран И вообще Цивилизации нашей Потому что Иначе Это мы Загробим себя Загробим нашу планету И никуда Не Не выйдем Ну и естественно Что Я прочитал Стихотворение Которое Посвящало Солнцу Потому что Исследование Солнца Единственного Нашего Основного Источника Света Энергии Должно Уделять Очень серьезное Внимание Потому что От его Функционирования Прогнозирования Есть например Такой прогноз Что Солнцу Осталось Жить Всего лишь Гермоген Филиппович Меня поправит Конечно Около Пяти миллиардов лет После этого Оно Расширится До красного Гиганта Проглотит Венеру Меркурий Венеру Нет Гигант Красный Да А потом Потом схлопнется В Карлика Вот Но это будет В общем-то Достаточно Не близко Да Пять миллиардов лет Это по сути дела Еще Столько Сколько существует Наша земля Поэтому Время есть Нам Одуматься И наладить Нашу жизнь И развитие Нашей цивилизации В общем-то По Ноосферному Пути развития Уже больше Третьей республики Население республики Живет в городе Якутске Конкретно В городе Якутске Поэтому Мне казалось бы Что Может быть Следует Продолжение Этого разговора Организовать Именно по Экологии Да Поскольку климат И экология Это Очень тесно Связанный Вопрос Именно по Экологии Города А я Вижу Так Что Современное Общество Это Общество Потребления И мне кажется Очень много Чего Лишнего Производится В угоду Моде И для того Чтобы компании Получали Все большую Прибыль Если даже Еще 50 лет Назад Мы покупая Вещь Смотрели На ее Проочность Надежность Там В эксплуатации То сейчас Вот это Бесконечная Смена Одна модель Сменяет другую И нас Подстегивает К этому Реклама Меняйте Одежду Меняйте Бытовую Технику Меняйте Автомобили А ведь Для того Чтобы все Это производить Мы Всю землю Уже Перекопали Сколько Воды Уходит На это Производство Энергии Мне кажется Что Человечество Должно Более Экономно Жить Должно Продолжение следует...